Привет, друзья мои! Как у нас там стартап-котики? Давненько не выходил я в эфир. Страшная, жуткая война, которая происходит уже больше года, отбивала, да и отбивает, собственно, всякое настроение. Улыбаться, веселиться, плясать и петь, где у нас стартап-котики? Но, тем не менее, жизнь продолжается. Я веду бложек в Телеграме, ссылочка здесь ниже. Ну и решил вернуться к стартап-котикам. А мы совсем недавно, кстати, записали чудесное интервью с Тимуром Артемьевым, одним из двух сооснователей Евросети. И будем дальше записывать всякие интересные интервью и помогать стартаперам. Так что пишите, присоединяйтесь. Мы живы, и мы будем живы. И будем пытаться делать добро, даже хотя сейчас и происходит столько зла. Гораздо больше, чем происходило всего лишь год с небольшим назад. Сегодня мы поговорим с вами о том, что же происходит на рынке. Ну, ни для кого не секрет, что оценки стартапов попадали, попадывали. Ни для кого не секрет, что инвесторы инвестируют гораздо меньше, и венчурные капиталисты, и ангелы, и private equity. Ни для кого не секрет, что инвесторы при этом сидят на колоссальной совершенно куче денег. 300 миллиардов долларов у американских венчурных капиталистов в кошельках. То, что называется dry powder, сухой порок. И еще больше сухого пороха у private equity. 1 триллион 300 миллиардов. То есть private equity вместе с venture capital держат сейчас по карманам, по загашникам. И в банках 1 триллион 600 миллиардов долларов. Это только в Соединенных Штатах Америки. Безумные абсолютно цифры. Но в связи с целым рядом факторов, такими как нестабильность, различные спады и так далее, инвестировать они побаиваются. Количество инвестиций, я об этом часто пишу в телеграме, в своем бложике, резко уменьшилось. Оценки стартапов резко уменьшились. Я несколько раз уже публиковал, еще буду публиковать знаменитый индекс, который публикует Bessemer Venture Partners. Один из самых известных, самых больших многомиллиардных фондов. Называется он BVP Cloud Index, облачный индекс Bessemer Venture Partners. Там они отслеживают уже несколько лет, сколько, каковы оценки, каковы так называемые multiples компаний. И вот когда, я думаю, вы все застали, был жуткий, страшный, невероятный, но в чем-то и хороший для кого-то, бум стартапов. Два года назад ваш покорный слуга написал статью в Forbes, и статейка будет здесь, вот ссылочка будет в описании, о том, что надувается пузырь, о том, что оценки безумные, о том, что нужно ожидать коррекции, о том, что пузырь оценок и венчура вот-вот лопнет. Вот я помню, что очень многие тогда кидались в меня шишечками и всякими другими ширпотреб-изделиями. Но кто оказался прав, прав оказался, как иногда бывает, не всегда, старинаж iFod. Прав оказался стартап-котик, который писал, вы можете прочитать это здесь, два года назад, о том, что пузырь вот-вот лопнет. И пузырь лопнул, и оценки с безумных 20, 25, 30 раз годовых продаж, 50 раз годовых продаж, естественно, попадали. И сейчас типичная оценка, которую уже, ну, наверное, год я вижу постоянно на рынке, это 6-8 годовых продаж для хороших, быстро растущих стартапов. Очень многие образованные, опытные, умные, казалось бы, люди с пеной у рта спорили со мной на протяжении долгого времени, пару лет назад, о том, что оценки 20 и 25 нормальные, и даже 30 нормальные, и 40 нормальные, и 50, это классный стартап, все будет хорошо. Ну, опыт показывает, что нет, так называемые бизнес-бейсикс, так называемые базовые правила бизнеса никто не отменял. Стартап, во-первых, должен зависеть от того, каковы его продажи, за редким исключением, мега-мега-супер научных каких-то, мега-космических в прямом и передностном смысле компаний, то есть 95-98% стартапов следуют вот этим правилам, что у тебя должны быть продажи, продажи должны расти, они должны расти, я бы там снимал несколько эпизодов, их легко можете найти здесь в стартап-котиках, продажи твои должны расти достаточно быстро, если они растут не очень быстро, то это показывает то, что прогресса большого не будет, и, скорее всего, и ты как основатель или сооснователь, и инвестор не заработают на этом больших денег, потому что через 2-3-4-5 лет стартап только немножечко увеличится в продажах и особо никому не будет нужен, а если кому-то и будет нужен, то купят его за очень-очень небольшую цену. Что очень интересно и что является и хорошей, и плохой новостью и для стартапов, и для инвесторов, давайте я поговорю сначала о стартапах. Казалось бы, очень плохая новость для стартапов заключается в том, что, ах, инвестиций стало меньше, гораздо меньше, я об этом пишу и много раз писал и буду писать в Телеграме, приводя статистику, оценки стали гораздо-гораздо меньше, с оценок 20-22, то и 25, еще раз повторю, оценки компании упали до 6-8x, и, казалось бы, стартапам очень плохо. Нет, не всем, друзья мои. Те стартапы, которые смогли найти правильные бизнес-модели, те стартапы, которые могут предлагать продукты и сервисы, которые ценят рынок, эти стартапы сейчас, очень многие из них в моем портфеле, кстати говоря, очень многие из них стали быстрее расти, находятся в ситуации, когда венчурных денег на рынке меньше, хайпа меньше, и значит, что стартапы тратят меньше денег, и CAC, Customer Acquisition Cost, то есть стоимость приобретения клиентов, упали, упали по всем каналам. Стоимость приобретения клиентов стали меньше, стоимости по разным каналам. Соответственно, если вы смогли за это время построить или начинаете сейчас бизнес, в котором правильная маржинальность, хорошие, уже, наверное, всем прожжавшие, прожжегшие юникорновские рожки, та самая юнит-экономика, я думаю, что те из вас, кто смотрели стартап-котики, помнят, что о юнит-экономике мы говорили много, на весе кухнях мы много говорили, так вот те из вас, у кого юнит-экономика хороша, они сейчас приобретут то, что называется мир, потому что эти стартапы способны приобретать клиента, от балды говоря, за 15 долларов и зарабатывать на нем 150. Все, жизнь удалась, зарабатывайте и двигайтесь. Но есть, конечно, и плохая сторона, плохая новость для стартапа, что поднимать деньги достаточно тяжело, ну так и не поднимайте, занимайтесь ростом бизнеса. Теперь перейдем к нам, к темной стороне медали, к ангелам, венчурным капиталистам, то есть тех, кого, как говорил Кисавер Воробьянинов, наука, которую я в данном случае представляю, инвесторы, которых я в данном случае представляю. Что же хорошего и плохого произошло для них? Ну, плохое совершенно понятно, что произошло. У всех у нас есть портфели, у некоторых из нас они большие, мой ангельский больше 100 инвестиций, мой венчурный тоже довольно большой, TMT Investments, где мне посчастливилось быть уже 13-й год партнером, сделал порядка 100 венчурных инвестиций. Так вот, по портфелю, конечно, у многих есть разные компании, у которых горе-горюшко, не могут они поднимать инвестиции, либо вообще, либо не могут поднимать инвестиции по высоким оценкам. Ах-ах, совсем недавно оценки были 20x, 25x, теперь же и даже 10x. Очень сложно, очень редко кому найти. Как правило, 6-8 раз годовые продажи. То есть, если вы продавали на миллион долларов в год или на 2 миллиона долларов в год, то вас ждет эта цифра, умноженная на 6-8 при оценке стартапа. Либо вам будет крайне тяжело и почти невозможно или невозможно деньги поднять. Да, есть исключения, но именно как исключения, а не как правило. Что же тогда хорошего для инвестора, спросите вы? Ну, я думаю, что совершенно понятно, что хорошее. На рынке есть очень много стартапов по низким оценкам. Сейчас самое время инвестировать. Как всегда говорил, годами говорил Уоррен наш, не побоюсь этого слова, Баффет, инвестируйте, когда рынок внизу, продавайте, когда рынок наверху. Еще раз эту очень глубокую, очень важную, казалось бы, суперпростую мысль повторю. Покупайте, когда все стало дешево, продавайте, когда все стало дорого. Увы, как говорит Уоррен Баффет и как пишет Дэн Каннеман, лауреат Нобелевской премии, я думаю, что вы читали, Thinking Fast and Slow, думая медленно и быстро, ужасно переведенный на русский язык с субтитром, с названием, извиняюсь, не субтитром, с названием книги «Думай медленно, действуй быстро», это совершенно не то, что хотел сказать Каннеман. Так вот, Каннеман доказывает, что человек действует иррационально, что человек заходит в стартап котики, в телеграмм котиков, смотрит эпизоды котиков, слушает, иногда даже конспектирует, иногда даже говорит спасибо, говорит, классные ты вещи сказал, и продолжает действовать нерационально. Ну что с этим поделать? Все равно продолжают люди ждать хайпа, ждать роста оценок, чтобы инвестировать на росте оценок. И когда я писал статью в Forbes насчет того, что, ребята, не это время инвестировать, не когда надут пузырь, не когда 20-25 раз годовых стоят компании, а время, когда рынок будет внизу. Вот сейчас самое время инвестировать. Сейчас оценки компаний такие же нереалистично низкие, как они были нереалистично раздуты. Я думаю, что реально такая справедливая оценка компании – это 10x, но поскольку рынок сейчас не предлагает такие оценки, то вполне можно заходить в компании и по 8x, и по 6x, а иногда и по 5x, и по 4x, что, в общем, мы в гараже на самом деле и делаем. Не раз делаем, не раз делали и будем продолжать делать. Есть еще одна очень интересная штука, которую вы, братья и сестры, инвесторы, должны на которую вы обратите внимание. Заключается она вот в чем. Резко удлиняется, я думаю, что некоторое время будет продолжать удлиняться, время между раундами стартапов. Иными словами, если раньше, я не помню точно цифры, но если раньше после раунд A, кажется, стартап в среднем поднимал раз в 1,4 или 1,5 месяцев, то теперь это уже удлинилось до 2 лет, по-моему, 7 или 2 лет и 8 месяцев. То есть почти в 2 раза, и это будет дальше расти, я думаю, в ближайший год, может, еще и в 3 раза вырастет, почти в 2 раза удлинилось время между раундами. О чем это говорит? Это говорит о том, что компаний у меня в портфеле тоже таких довольно много. Когда-то подняли деньги, прошло уже довольно много времени. Компания могла очень классно вырасти, очень многие компании здорово растут, и, как я уже говорил, из-за того, что сейчас КЭК такой низкий, многие компании растут просто прекрасно. И вырастя эта компания, подает прекрасные надежды. Сотрудники этой компании довольно долгое время иногда получают не очень большие зарплаты. При этом у многих сотрудников этих компаний довольно много акций, довольно много stock options. Но что же им делать? У этих ребят сейчас появляется желание продавать эти options или эти акции. Это очень здорово для вас, господа инвесторы, потому что вы можете не только с дискаунтом войти в быстрорастущие компании, но вы можете войти с дискаунтом в недооцененные компании, которые очень давно не поднимали денег. Вот это очень важный момент. Я предлагаю иметь это в виду. И я предлагаю всем инвесторам задуматься, в третий раз повторю об очень глубоких, точных и кратких словах Ворена нашего незабываемого и многими нашими коллегами-инвесторами нежно любимого Баффета о том, что покупать надо, когда рынок внизу, а продавать надо, когда рынок наверху. Вот такой сегодня очень серьезный инвесторско-стартаперский эпизод стартап-котиков. Буду рад ответить на ваши вопросы. Ну и ждите, скоро будут всякие разные эпизоды. Вот. И я прошу прощения у публики за изменившийся с шутливо-веселого тон. К огромному сожалению, в общем, слишком много всяких грустных новостей читаешь каждый день для того, чтобы тон опять стал веселым и забавным. Ну, я надеюсь, что он будет таким опять, потому что жизнь не только грустна, но и весела. Я обещаю, что он вернется к веселости. Спасибо вам, друзья мои. Не забывайте подписываться, лайкать стартап-котики. Не забывайте, пожалуйста, делиться стартап-котиками. Мы очень благодарны, если вы приводите других стартап-котиков. А мы будем продолжать и вернемся и к нашим кухням, и к питчинг-мероприятиям. И будем делать так, чтобы стартапам было полезно, и чтобы наши непрошенные советы хоть кому-нибудь пригодились. Спасибо, друзья мои. Я надеюсь, что впереди нас ждет много интересного. Вас, стартаперы, я призываю расти, 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 строить правильные бизнес-модели и пользоваться низким кяк, который закончится, пока он есть. А вас, инвесторы, я призываю инвестировать, пока оценки низкие, и призываю задуматься о том, что входить, четвертый раз повторю, надо, когда рынок внизу, а выходить надо, когда рынок вверху. Спасибо, друзья мои. Я очень рад, что мы с вами. Мы еще вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова